здравствуйте друзья меня зовут павел петель сегодня будет пасхальная сказка я хочу сказать искренне это моя самая любимая история конечно же в книжном варианте она будет более насыщенной формате ютюба я попытался сократить историю также я параллельно сейчас делают для специально для instagram instagram сказки это такие короткие минутные истории которые будут вас расслаблять успокаивать вдохновлять и делать вас более счастливыми ну и меня конечно же энергия взаимна я кстати в продолжение прошлого видео хочу добавить что мне ко мне еще пришла идея такая сделать хюге сувенир карманный камин металлический деревянный ну то есть снаружи деревянные снутри металлический камин который можно брать с собой в офис даже в дорогу он может работать как от батареек какие-то варианты нужно сделать где запрещают живой огонь либо с такой маленькой свечкой представляете у вас всегда зимой осенью у вас есть такой красивый дизайнерский камин вы можете туда свечку поставить поставить рядом и вот создать такое уютное пространство вообще я мечтаю создать свою линию уютных предметов декора зажгите свои карманные камины расслабьтесь и так пасхальная сказка у самого северного моря в избушке жили четыре брата четыре брата гнома избушка стояла на высоком холме избушка была довольно таки большой как для гномов внутри был огромный камин четыре больших стула огромный деревянный стол и маленький стул для мышки хижина была деревянной она стояла на холме из-за окон с одной стороны виднелось озеро которое было внизу между гор большое уютное озеро которое впадало в северное море и если бы мы подошли к окошку с другой стороны этой хижины мы бы увидели северное море в общем виды из окна были просто потрясающие горы леса уютное озеро братья часто ходили туда рыбачить место было очень тихим спокойным и наверное поэтому называлась тисторит тихое место братья жили в таком тихом месте перед крыльцом стояла уютная маленькая елочка братья всегда ее наряжали на рождество и конечно же всегда искали большое дерево для того чтобы украсить дом к празднику внутри но дело было весной дело было накануне пасхи и братья решили отправиться к своим сестрам три сестры жила в английской деревушке которая называлась снежный холм snow hill значит хельга одну звали вторую звали инга и марта ах да братья я совсем забыл представить вам наших героев самый старший был брат густав с ним ассоциировалась осень он был очень зрелым далее был лукас он был весенним у нас братом у густава кстати была рыжая борода у лукаса такая немного зеленоватая виктор ассоциировался с летом коричнево-желтоватые волосы у всех братьев были голубые большие красивые глаза и самый младший был эмиль и эмиль был зимним и самым младшим и с ним ассоциировалось рождество и вот братья решили навестить на пасху своих сестер они решили добраться на четырех гусях четыре белых гуся прилетела и братья были готовы отправиться в путь а когда вы скажете а что с мышкой майли мышка майли это была такая хозяйка дома она всегда занималась приготовлением вкусности различных вот она была таким вот такой вот хозяйкой и мышка говорит что братья вы летите я прилечу следом нет по хозяйству некой некие дела и я на значит на утки прилечу на день позже и вот братья сели на своих гусей и полетели основной путь лежал через сушу до северного моря летели братья на этих гусях представлять эта картина белые четыре белых гуся и братья с этими красными колпачками развивающимися на ветре летели летели и тут ветер усилился начался шторм дело было уже к вечеру и гуси приземлились как у какого-то болото нужно было искать ночлег и тут откуда ни возьмись встали грибы грибы превратились вот в таких воинов с копьями с красными шапками в белый горошек и их окружило какое-то вот небольшое войско грибное братья растерялись и перед ними появилась королева болота джабелла это была такая жаба толстая мерзкая жаба королева болота самый такой смелый младший эмиль не растерялся и говорит эй жаба давай нам ночлег приготовь нам кого-нибудь вкусненького ужина пожарь колбаски жаба в таком было в шоке она же королева причем с таким жестким характером нравом она тут же приказала своим грибным войскам говорит арестуйте этих гномов и посадите их в болотную тюрьму но брат виктор тут же исправил ситуацию он понял в чем дело и говорит о великая королева джабелла ты такая красивая девушка у тебя такой изысканный вкус такие манеры я такой красоты в жизни не видел эмиль был в шоке все братья просто были в шоке а виктор продолжал на тебе такие красивые наряды хотя на ней были такие болотные какие-то тряпки у тебя такая красивая корона она наверное из чистого золота джабелла была потрясена таким комплиментом никогда в жизни никто не говорил что она красивая но она была действительно страшная страшная такая жаба толстая но она растаяла она была все-таки настоящей леди и вот комплименты из уст хоть и маленького но мужчины произвели свое впечатление свое дело сделано было и джабелла приказала приготовить вкусный ужин накрыть стол гномам предоставили место для ночлега ребята выспались поблагодарили джабеллу и на следующее утро отправились дальше летели летели и подлетели к самому северному морю и тут Виктор заметил что у самого берега среди камней сидит невероятно красивая русалка а русалка в свою очередь зачаровала своими волшебными чарами гнома Виктора и братья опустились на берег и поняли что русалка которую звали Эйза очаровала заколдовала вот брата Виктора и брат сказал я никуда не полечу я останусь здесь я влюбился и он сел напротив русалки и любовался ее красотой братья очень сильно расстроились и думали что же сделать но и тут старший брат Густав не растерялся он говорит что недалеко здесь за холмом живет колдунья Брюэлла которая поможет нам расколдовать Виктора и братья пошли к этой колдунье Брюэлла была такой элегантной волшебницей но конечно все это было потрепанное потому что годами жизнь в лесу сделала свое дело значит Брюэлла говорит я расколдую вашего брата но вы должны мне принести одно драконье яйцо сейчас Пасха на носу и я хочу себе такой подарок и я знаю что драконы они не чуют гномов и он вас просто не заметит и вам будет легко украсть у него яйцо и значит три брата отправились высоко в горы и нашли спящего дракона увидели много яиц взяли значит каждый по яичку а Эмиль самый младший взял целых два яйца и очень быстро они вот убежали из пещеры дракон даже не проснулся и не почуял вот маленьких гномов отдали они одно яйцо Брюэлле Тав взамен вот отдала им зелье братья пришли к Виктору напоили его волшебным напитком ну и Виктор почувствовал некую свободу от любви он вздохнул и сказал что Эйза ты девушка красивая но мне пора меня ждут важные дела меня ждет пасхальные угощения и такой праздник поэтому пока братья полетели дальше летели через с северное море летели 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 и уже к вечеру подлетели к снежному холму так называлась деревня где жили три сестры двоюродные тут гуси приземлились на дороге оставили братьев и полетели по своим делам братьям предстояло добраться до дома пройтись по тропинке через холмы довольно таки недалеко был дом где жили сестры но было довольно таки темно и немножко страшно братья значит отправились к дому и на пути увидели четырех пасхальных ведьм в общем представляете вы идете по дороге а там стоят три каких-то значит бабушки в лохмотьях с красными щеками с большими черными веснушками четвертая была поменьше ведьмочка и у этих ведьм были такие вот березовые ветки и эти пасхальные ведьмы начали гоняться за гномами братья были в шоке просто боялись разбить драконьи яйца и они начали за друг другом бегать на самом деле оказалось что это переодевшиеся сестры Инга, Марта и Хельга и самая маленькая пасхальная ведьмочка это была мышка Майли которая давным-давно уже добралась до сестер на своем гуси пока вот у братьев были приключения когда братья догадались что эти пасхальные ведьмы это их двоюродные сестры все очень рассмеялись и отправились все вместе в уютный дом в этот вечер они отъелись наелись от пуза были очень вкусные угощения сестрички уже приготовили маринованную селедочку отварную картошечку с лучком приготовили копченый лосось какие-то приготовили вкусные булочки все было так вкусно и братья рассказали о своих приключениях за столом и все дружно уснули потому что на следующее утро нужно было много сил чтобы праздновать счастливую пасху а на утро братья нарисовали себе тоже веснушки начали все вместе украшать дом веточками березы туда знаете подцепили красивые разноцветные перышки сестры готовили вкусный обед и ужин пасхальный ребята пели песни танцевали читали друг другу пасхальные письма а сестрички подарили братикам по новому детективу была такая традиция на каждый праздник они дарили друг другу новый детектив ребята начали играться яйцами друг друга вот знаете у кого яйцо разобьется тот и проиграл тут в дверь постучалась соседка со своими детками это была такая уютная свинка ее так и звали тетушка Хюги она постучалась в дверь и говорит угощай или пожалеешь вот таким образом соседи ходили друг другу и на праздник вот таким образом выпрашивали сладости но соседка тетушка Хюги пришла не с пустыми руками она принесла красивый креветочный торт и все вместе сели за пасхальный праздничный стол и кушали этот креветочный торт кушали вкусные десерты шоколадные яйца десерты из марципана и говорили друг другу счастливой пасхи на следующий день нужно было отправляться уже домой но что делать гуси не прилетели видимо тоже отмечают праздник и тут братья услышали какой-то шум а оказывается за эти дни дракони яйца находились в тепле и оттуда вылупились маленькие дракончики и вот опять же наш старший брат Лукас говорит хорошая идея и полетели на драконов домой очень быстро драконы доставили их в тихое место и братья отпустили драконов к себе домой после всего этого пасхального приключения Виктор вспоминая русалку каждый вечер спускался к озеру и смотрел вдаль к заливу северного моря и грустил возможно еще немного любви осталось в нем и он вспоминал эту русалку я вас люблю пока до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи